Бокер Тов, доброе утро, легкого поста! Сегодня пост-эстер перед праздником Пури, который у нас будет завтра. У нас есть в книге Ваекра, в главе ЦАУ, одна заповедь, которая называется «Личный хлебный дар первосвященника». Что нам написано? Написано, что первосвященник будет приносить от лица всего народа эту жертву. Казалось бы, жертва всего народа, но считается она также лично его. Мы обязаны каждое утро принести одного ягненка в жертву всесожжения. И второго ягненка мы приносим во всеполуденное время, во всесожжение. Это жертва ежедневная. И кроме этого приносится хлебное приношение. Его должен от всего народа совершить первосвященник. Как это делается? Значит, он берет, освящает сразу весь хлеб, который будет приноситься и утром, и в посеполуденное время. То есть, две десятых эйфы тонкой пшеничной муки сразу освящается. Значит, берется оливковое масло и ароматная смола, это смола фруктовых деревьев, которая воскуривается на жертвеннике. Смешивается масло с мукой, и потом это варится в воде. Потом эта лепешка такая получается, и потом ставят это в сковороде, как бы жарят. После этого эту жертву преломляет и сжигается. Сжигается она целиком. Не какую-то поминальную часть, как в жертве, которую мы читали. Обычную поминальную часть сжигает, а с мукойной едет. Здесь нет. Вся жертва будет сожжена. Вот такая жертва идет. Считается жертвой первосвященника, хлебный дар ежедневный. Пишется, что нужно было, получается, небольших хлебов испечь 12. И их отдельно пекли, их преломляли и сжигали. Почему 12, я не знаю, но это наши мудрецы так объясняют эту заповедь. Что берется масло, берется три лога масла, смешивается с мукой. Почему? Ну, впечатление, что лох это ладонь. Сколько вмещается в ладонь масла. И получается, что масла здесь немного. Трудно сказать, почему лох, почему не написано, что там. Допустим, то, что мы читаем дальше, будет написано, взять масло и четверть гина. Четверть гина, это, по моему изменению, что это, если идет гин, это 6 литров масла. Вот есть такое мнение. То четверть гина, это полтора литра масла. И смешивается с одним амером муки. А тут в этом объяснении лох берется. Может, что-то с переводом не то в книге Северных и Лох, не знаю. Но здесь другой перевод идет. Вот здесь слово гин не употребляется почему-то. Ну, ничего, будем дальше учить, разберемся более глубже. Все, всем всего хорошего. На сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Яков Беннахум, Владимир Бен Григорий, Лев Бен Шмуэль, Хайамалка Бат-Йосиф, Мир Абат-Аврагам, память Юрия Бен Харитон, Мендель Бен Мендель, здоровья Борис Бен Мария, Светлана Бат-Клара, Анна Бат-Тривка, Полина Перв Бат-Соня Сура, Женя Бат-Ида, Лена Бат-Клара, Анна Бат-Елена, Евгений Бен Софья, Двойра Бат-Мирьям, Моисей Бен Ева, Ирина Бат-Двойра, Йосим Бен Раиса, Инесса Бат-Маэль, Евгений Бен Берта, Евгения Бат-Ита, Ицхак Шимон Бен Бейла Мотал, Фира Бат-Анна, Гитл Бат-Мирьям, Хороший дух Арон Арьебин, Двойра, Денис Бен Ахум, Авигаль Бат-Цара. Всем всего самого наилучшего, до следующих встреч.